Привет дорогие друзья! Рада видеть вас у себя на канале. Начинаем с вами сегодня новый влог. Начинаем его с самого утра, с завтрака. Времени 7 утра. У меня уже 3 голодных рта орут, поэтому просят кушать. Я сегодня решила филонить. Не хочу варить кашу. Обычно у нас на завтрак либо каша, либо яичница, ну что-нибудь такое, омлет. Творог сегодня хочу сделать им. Ну, творог мы чаще всего едим на полник. Не знаю почему. Почему-то чаще всего я на полник даю детям кисломолочку. Но сегодня у меня нет утром желания готовить. Я вообще не люблю готовить по утрам. Вот именно после пробуждения. Прям не люблю. Поэтому сделаю им творожок со сметанкой и с ягодками замороженными. Будет вкусненько. Ну, вчера с вечера планировала сделать сырники. Я с сырниками не очень дружу. У меня не очень хорошо получаются. Я всего 2 раза в жизни пробовала их готовить и оба не очень удачно. Ну, они такие страшненькие у меня. Ну, по вкусу нормально, по консистенции нормально, а на вид они у меня страшненькие. Меня в комментариях, это в прошлый раз, когда я их показывала, учили, как сделать их красивыми и ровными. Но я пока еще не пробовала. В общем, хотела сделать сырники, но вот что-то как-то с утра меня лень одолела. Не знаю, на двоих, наверное, это нормально или много даже. Ну, если что, я им помогу доесть. Так что вот, у меня сегодня такое ленивое утро позволило себе немножечко расслабиться. Так, и достала еще своего нового красавчика. Сенька у меня уже 2 дня просит бутерброды сделать ему на гриле, тосты. Поэтому сделаю ему парочку с вечной и сыром. Не знаю, может помидорка еще. Грилем уже пользовалась этим несколько раз, делала на нем уже куриную грудку, делала на нем стейки. Не знаю, меня вот эта вот история очень смущает. Мне не нравится, как крепятся панели. Мне не нравится, что они, ну то есть, не плотно сидят. Меня прям, то есть, я понимаю, что это никак не влияет на приготовление, но меня это прям подбешивает. Не знаю, раздражает. С верхней панелькой такого, кстати, нет. Она более-менее прочно сидит, а вот нижняя прямо, видите, прыгает. Короче, блин, что-то я не очень довольна своим выбором. Видите, я заказывала через интернет. Конечно, если бы я его изначально покупала в магазине, да, то есть того, что есть в наличии, можно было бы посмотреть, сразу же понять, что вот есть такая особенность. Но так как я оформлялась через интернет, вживую его не видала, получается вот такой вот результат. Представляете, пока я делала творог, сожгла бутерброды. Ладно, я тогда съем сама, если я не сделаю новое. Так, ну и сделала деткам творог, добавила клубнику, персик и вишню. Послушайте, классно, когда есть замороженные ягоды, сезонные фрукты. Прям супер, прям лето-лето. Ну как? Вкусно, слышали? Молодец! Так, сразу же с утра начинаю готовить обед. На ближайшие 2-3 дня планирую, планирую, готовлю уже борщ. У меня мясо, к сожалению, было только вот такое вот уже нарезанное на кусочки. Ну и делала как полуфабрикат для гулишей, а для супа почему-то не оставила ничего. То есть, когда мясо разделывала, как-то я про суп забыла. Ну, в общем, буду использовать его, ничего страшного, я уже неоднократно так готовила. Тоже нормально, единственное, что нет косточки, то есть, получается, бульон не на кости. В общем, залила холодной водой и ставлю отвариваться. Добавила еще перец горошком и добавила лаврушку, чтобы бульончик был повкуснее. Можно так-то еще, конечно, сразу же туда, к примеру, сырую морковь бросить и сырую луковицу. Ну, в общем-то, мы все это потом все равно будем добавлять, поэтому ладно, пока просто перчик с лаврушечкой. Итак, первым делом я шинкую капусту. Так, лук тоже нарезаем мелким кубиком. Мясо сварилось, я все подготовила. Капусту нашинковала, лук мелким кубиком нарезала, морковь и свеклу натерла на терке. Свеклы, наверное, много, поэтому если будут излишки, я заморожу. И еще здесь 4 зубчика чеснока пропустила через пресс. Сейчас закидываю капусту. Да, я первым делом варю капусту, даже ничего не пишите. Далее обжариваю лук. Лук поджарился, добавляю морковь. Так, овощи протушились, добавляю пару столовых ложек томатной пасты. Можно даже три. Прижариваю все вместе с томатной пастой. Слушайте, что-то я думаю, у меня мало продуктов. Я же про картошку-то забыла. В общем, сейчас быстренько почищу и нарежу кубиком. Теперь пришло время к картофелям. Слушайте, надо было про картошку забыть. Кашеварья вообще! Так, отправила уже в суп зажарочку с томатной пастой. Теперь сюда добавляю сырую свеклу. Я ее не тушу, не обжариваю. Я к этому пришла уже, ну, может быть, год назад, когда попробовала именно сырую добавлять. Самый насыщенный вкус свеклы получается именно тогда, когда ее добавляешь сырую. Не тушеную, не жареную, никакую, не вареную. Именно сырая. Но не всем это может понравиться. Например, Сеня, когда первый раз приготовила такой суп, сказал, что слишком-слишком вкус свеклы. Ему не очень понравилось. А Илюше наоборот. Так что надо пробовать. Это, наверное, на любителя. Ну и все. Теперь добавляю сюда, отправляю сюда чеснок. Я не стала его обжаривать зажаркой, чтобы он побольше вкуса сохранил. Добавляю сюда сейчас соль, сахар, уксуса немного, лавровый лист, перец горошком, молотый перчик. Ну, в общем, здесь уже индивидуально каждый тем, кто чем заправляет. Супчик у нас будет готов. Ну и теленушечку, конечно же. Ну и все, супчик готов. Добавила еще укропчик. Все, выключаю. Как раз к обеду успела. Здесь у меня просто вот такая вот огромная, большая коробка. Это посылка с сайта Лори Дуд. Эту вещь я заказывала вместе со светильником, но так получилось, что доставка разделили эти посылки, и почему-то я получила их в разные дни. То есть, вот эту посылку я получила буквально через несколько дней после светильника. Светильник я показывала в предыдущем видео, и это, знаете, была такая, ну, просто эмоциональная хотелочка. А вот это, то, что пришло сейчас, это была, в принципе, цель заказа. Это прям мега нужная для меня вещь. Как видите, я не просто так поставила здесь эту коробку, потому что я хочу, чтобы вы видели мое рабочее место. Я работаю на кухонном стуле. Это очень неудобно, учитывая, сколько времени я провожу за компьютером. Учитывая, что мне уже далеко не 16, у меня может периодически болеть спина и так далее. И мне нужно было удобное кресло, либо стул не только для работы, но и для того, чтобы можно было кормить, к примеру, Степу на руках. Естественно, вы уже поняли, что здесь новое кресло для моего рабочего места. Давайте будем вместе скорее открывать, смотреть. Я тоже прям вся в предвкушении, потому что я очень хочу посмотреть на него вживую, не на картинке. Вы видели сами, как все было классно, хорошо, тщательно упаковано. И теперь комплектация. Здесь все мелкие детальки в мешочке. Смотрите, чтобы ничего не потерялось. Здорово. Ножки для стульчика. Такие классные, деревянные. Вообще очень такие приятные, гладкие, красивые. И, собственно, я так понимаю, основание этого стула металлическое. Хорошо все прокрашено, никаких нет зазубрин, заусенцев. Ну и, собственно, сам шикарный просто стул. Просто шикарный. Вообще, я даже не ожидала, что он будет настолько крутой. Подушка отстегивается, скорее всего. В общем, ладно, давайте я сейчас быстренько его соберу. Здесь, конечно же, есть инструкция. И мы с вами его еще внимательнее, поподробнее рассмотрим. И обязательно посидеть нужно. Посидеть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, я закончила. Сборка очень простая. Прямо посмотрите, все помечено. Где, какой стороной, куда, стрелочками, наклеечками пронумерованы. Каждая ножка. В инструкции указано, какой болтик, какой ножки, что куда повернуть. Вообще, максимально простая конструкция. Максимально быстро все собирается, как такой взрослый конструктор. Очень круто. Осталось только прикрепить вот эти фетровые штучки на ножки. И будет готово. Ну что же, вот и все. Красавчик мой собран. Слушайте, я уже на нем посидела. Он такой удобный. Он такой удобный. Я даже не могу передать словами. В нем сидишь настолько мягко. Настолько он правильно обхватывает спину, боковые части. Настолько удачная высота подлокотников. И форма, это просто вообще волшебно. Я очень хочу, наверное, себе на кухню вот что-то примерно такое же. Вот кухонное стулья, да, заменить. На такую же какую-то подобную форму. Потому что это настолько комфортно. Я просто, ну, немножечко в шоке. Ладно, давайте разглядывать поподробнее. Ножки я показывала. Красивое-красивое дерево. Это шикарный цвет. Очень хорошо обработанное. Гладкие. Прям ни одной зазубринки. Обивка очень плотная. Я думаю, что она максимально износостойкая. Цвета, кстати, есть разные. Я выбрала вот такой вот серенький нейтральный. Здесь пуговочки сделаны. И очень круто, что вот эта вот подушка, она отстегивается. Она, видите, на липучках. И ее можно отдельно постирать. И очень-очень классный момент, который, которого недостает очень многим подобным стульям. Это то, что здесь есть замок. Вы можете снять чехол и постирать его. Вот это, прям только вот за это можно выбирать этот стул. Потому что в доме, где есть дети, причем маленькие, вот эта вот вещь просто незаменимая. Спокойненько снял, постирал. Красота. В общем, безумно удобное кресло. Просто потрясающе. Я не могу даже передать словами, насколько я довольна. Оно здесь просто прекрасно смотрится. Очень комфортно. При этом оно, заметьте, не выглядит громоздко. То есть, оно у нас небольшая достаточно спальня. И оно не занимает собой зрительно половину комнаты. Ссылка на это кресло будет обязательно в описании к этому видео. Также оставлю вам ссылку на сам магазин Laredood. И, конечно же, промо-код на скидку. Все найдете в описании к этому видео. У них огромный ассортимент вот всяческих таких подобных кресел в разном исполнении. Разная обивка, разные цвета. Ну и, собственно, вообще много-много всего для дома. Декор, мебель, одежда, текстиль. Все, что только угодно в вашей душе для преображения своего дома, все там найдете. Ссылочки все будут в описании. Смотри, что здесь есть. Новый стул? Стул! Красивый? Опробуем. Слушайте, вот видите, классно, устойчивый. А то на этих стулях все время боюсь, чтобы она не опрокинулась. Уже не один раз падала. А здесь можно прыгать, ага, на нем. И все, он устойчивый такой. Классно, да? Да, нам точно нужно на кухню что-нибудь вот такое вот подобное. Книжка. Сенька просила заказать книжку ему вот эту вот. Чернобыль. История катастрофы. Увлекся он очень историей Припяти. Да. Вообще чернобыльской аварии. И прям... Четвертого аэста. Четвертого аэста. Ну, видимо, на ютубе чего-то посмотрел. Очень его увлекло. И попросил, в общем, купить книжку. Не знаю. Я сомневаюсь, что он, конечно, все ее прочитает. Потому что книжка-то не детская. 18+. История катастрофы. Лучшая книга года по версии The New York Times. Представляете? Это, в общем, кому интересно, сезонно заказали. Если надо, я ссылку оставлю. И что, ты сейчас сразу сядешь читать? Да. Уроки делать. Какие уроки? Еще уроков нету. Так, тут у меня еще посылочка с Валберис. Заказывала ручки. Вот, слушайте, обожаю вот эти ручки. Пишу только имя уже на протяжении многих лет. Они бывают, продаются упаковками по 12 штук. И вот я нашла такие вот упаковки по 5 штук. Они не самые дешевые. Вот эта упаковка стоит 200 с чем-то рублей. Но это классные ручки. Прям они очень мега удобные. Они так пишут прямо легко-легко. А я пишу много. Я сейчас снова занялась планированием на бумажных носителях. Потому что у меня полный оврал, полный завал. Я поняла, что электронное планирование мне сейчас вообще не подходит. Мне сейчас будет легче справляться именно с бумажным. Поэтому заказала себе ручки. У меня их тихонечко. Потому что вытаскали. Ну, где-то что-то потерялись. Где-то какие-то закончились. Что-то где-то Сеня брал. Где-то Соню утащила. В общем, 5 штук. Надеюсь, что мне хватит. Спрячу их и буду охранять. Потому что я очень боюсь, что эти ручки когда-нибудь снимут с производства. Я не знаю, чем я буду писать. Ну, короче, вот такая вот я. Заморачиваюсь на таких мелочах. Но ручки для меня, ручки и ежедневник, это для меня прям супер важные вещи. И буду распечатывать себе новый ежедневник, получается. Потому что я же в этом году себе ежедневник не делала. Раз переходила на электронное планирование. И я для ежедневника покупала вот такую вот бумагу. Уже сразу же опятого формата. Первый раз, когда я делала свой первый ежедневник, я брала обычную четвертую и резала ее пополам. Ну, специальный резак у меня был для бумаги. Достаточно быстро это было, но все равно кропотливо. А потом уже я стала покупать вот такую вот бумагу опятого размера. Очень удобно. Так что буду на днях распечатывать. Не будут никакой у меня красоты в ежедневнике. Распечатаю на обычном черно-белом фринтере, потому что цветной у меня сломан. Поэтому будет все прям максимально просто и минималистично. Это я заказывала с Валбереса. На Валбересе бумага и вот эти ручки, они подешевле, чем на Озон. Я сравнивала. Еще фотографии, да? Да. Слушай, круто. Давай читай, потом мне будешь рассказывать. Мне тоже интересно. Могу тебе дать на время. Все почитаешь, потом мы с тобой кино какого-нибудь посмотрим. Хорошее. По Чернобыльске АЭС много, ведь, да, мне кажется, фильмов достаточно. Есть и фантастика, есть и реальных событиях полностью отснятые. Ну да, документальные. Поэтому надо посмотреть какой-нибудь самый удачный фильм. Самый прям вот реалистичный. И посмотреть его тебе. Реактор, да? Молодец. Хоть редкий случай... Что же сейчас там творится? Да, редкий случай Сеня чем-то умным заинтересовался. Так, в общем, смотрите, чем я тут занимаюсь. Показывала вам, что заказала бумагу. Вот сижу, распечатываю теперь ежедневник. Обложку буду использовать старую. Ну, я думаю, что кто со мной давно, те ее видели. Вот эта вот. Она уже такая страшненькая, но нормально. Я не собираюсь пока покупать новую. Может быть, я год еще снова поведу бумажное. Ну, позанимаюсь бумажным планированием. Пока у меня все плохо очень сейчас с тайм-менеджментом, вообще с организацией своего времени. Поэтому я решила все-таки прибегнуть именно к бумажному, потому что у меня сейчас прям оврал. А потом, может быть, не буду больше снова, как только дел поубавится, да, немножечко темп жизни сменится. Поэтому, ну, не вижу смысла сейчас покупать новую обложку. И не стала делать никакие новые странички. Те мои старые, которые я, ну, много раз с ними делилась, они меня полностью устраивают. Потому что они уже и так прям выверены полностью под мою жизнь. Поэтому я решила распечатать их. Но, конечно же, не без сложностей. Я, когда, в общем, вела ежедневник, я вела его, ну, в общем, делала его у себя на ноутбуке. Ноутбуком тогда пользовалась. Компьютер этот у меня новый. И, соответственно, я пыталась распечатать их с ноутбуком. И я печатала на своем принтере. У меня струйный цветной. Соответственно, красивые такие были у меня цветные странички. Ну, в общем, у меня есть обзор планера за 2020 год. Кто не смотрел, кому интересно, я оставлю ссылку под этим видео. Можно посмотреть, как это должно выглядеть в цвете. Ну, и получается, что... А у меня принтер сломался. Его нужно ввести в ремонт. И ремонт очень дорогостоящий. Поэтому я пока печатаю на черно-белом, на обычном. Поэтому такое все прям будет. Простое-простое, черно-белое. Но странички-то все равно с рисунками. Соответственно, все равно, получается, распечатываешь черно-белое изображение. Ну, ладно. В принципе, мне не очень важно. Я распечатываю сейчас по январь включительно. Ну, для того, чтобы было время потом еще, да, не торопиться. Ни в конце декабря не суетиться, ни делать новый планер, ни распечатывать. А потом уже буду распечатывать новый. Может быть, к тому времени, дай бог, починю принтер, отдам в ремонт. Ну, все. В общем, закончила. Посмотрите, как получился Талмуд. И это только я распечатала 3 месяца, получается. Представляете, сколько получается, какая стопка бумаги, когда я распечатываю целый год. У меня, потому что на каждый месяц идет 2 разворота. И на каждую неделю месяца тоже идет 2 разворота. Потому что один разворот – это сетка, а второй разворот – это чек-листы. Поэтому, получается, всегда дофига. То есть, я когда начинаю заполнять обычный ежедневник, да, распечатываю целый год, получается вот такой вот Талмуд. Естественно, что я в ежедневник помещаю только, к примеру, сезонно, да. Это зимние месяца, весенние, летние, осенние. Нет, нормальные цветные. Хотя, в принципе, я сейчас смотрю, мне и так вполне устраивает. Я уже не привередливая. Я уже не в том положении, чтобы привередничать. Мне уже лишь бы только скорее распланировать и заняться делами. Не до красоты уже, в общем-то. Я, значит, буду наполнять обложку. И первым делом нужно, конечно же, сделать отверстия в бумаге. И очень часто меня спрашивают, ну, по крайней мере, раньше спрашивали, да, когда я показывала свой ежедневник, каким образом я делаю отверстия. Что обычно с дыроколом это делать очень неудобно. А дыроколы, которые идут специально вот для этих вот обложек, сразу же на необходимое количество отверстий, они очень дорогие. Ну, прям полторы-две тысячи стоят вот на шесть отверстий. И я покупала, когда завела свой первый самый ежедневник, я покупала сразу же вот такой дырокол. Я заказывала его на Алиэкспресс. Он стоил порядка 150 рублей. В общем, супер дешевый. Я не знаю, сколько они стоят сейчас. И точно такие же дыроколы можно купить, ну, наверное, даже по качеству, получше где-нибудь в магазинах для творчества. Поэтому вот посмотрите, именно на одно отверстие. Да, это не так быстро, как, к примеру, специальным дыроколом с шестью отверстиями. Но зато удобно. То есть, к примеру, вот обычным стандартным вот таким дыроколом подлезть в нужные места и сделать в нужном месте отверстия практически невозможно. Ну, это прям очень-очень сложно. Это займет очень много времени. А вот этим нормально. Я достаю из планера какой-нибудь любой разделитель. Они ламинированные, плотные. Сверху прикладываю на листочек, обвожу карандашиком, то место, где мне нужно продыроколить. Либо прямо вместе с разделителем прикладываю дырокол и дыроколь. Так, ну все, в общем, заполнила. На улице этим занималась. Сегодня тепло, погода хорошая. Нормально получилось вполне. Ничего даже. Я сейчас смотрю, даже вроде бы неплохо, что черно-белое. Нормально. Меня вполне устраивает. Может, даже и не буду краску больше переводить на эти странички. Буду печать на черно-белое. Единственное, что в этот раз я купила бумагу от 5-го формата фирмы Став. Тонкая, тонковатая она. До этого у меня была другой фирмой бумага. Я не помню точное название. Точнее, вообще не помню. Но она была плотнее. А с этой бумагой я намучилась, потому что она растонкая, она электризовалась, и принтер ее не захватывал. То есть буквально через каждый листочек 2 нужно было открывать лоток, поправлять бумагу, потому что она... Ну, это из-за толщины. Она электризуется из-за того, что тонковатая. Хотя указана стандартная громовка 80 грамм. Но по ощущениям тактильно я как-то не очень верю. В общем, ладно. Все. Месяца, недели у меня все здесь есть. Остальные разделы у меня остались старые. Я их не меняла. Ну, я тут, конечно, просмотрю еще раз, насколько тут все актуальная вся информация. Если нет, что-то уберу, что-то добавлю. Мне главное нужно было распечатать именно месяца и недели, потому что мне нужно прям крайне быстро начать планировать и уже входить в нормальное продуктивное русло. У меня все-таки с бумажным планированием продуктивность более высокая, чем с электронным. Не знаю, почему. Не знаю, не знаю. Я не могу это объяснить. Но почему-то вот именно с ежедневником моя продуктивность выше. Сделала еще овощной салатик, огурчики, помидорки. Сейчас в Магните, кстати, продаются обалденные классные огурцы. Мы с Илюшей даже думали, чтобы купить в Магните огурцы дна, замариновать. Я сделала очень мало достаточно маринации. Сколько у меня там получилось? Шесть баночек или восемь? Ну, мы уже две съели. То есть, по сути, там вообще ничего на зиму не осталось. Огурцов на рынке, когда мы ходили, не было хороших. Уже такие все переростки были большие и не очень хрустящие. А вот в Магните сейчас шикарные прям такие пупырчатые огурчики. Вот мы покупали. Вот видите, они прямо такие небольшие, пупырчатые, как я люблю, колюченькие и плотные. Прям такие хорошие огурцы, как будто вот домашние. Вот мы думаем, наверное, может быть, купить прямо в Магните огурцы и законсервировать. Ну, как бы да, вроде бы смешно в супермаркете покупать. Но они реально лучше. Они реально гораздо лучше, чем те, что продавались на рынке. Я надеюсь, что это тоже какие-нибудь местные. Ну, хотя бы там не китайские. Вряд ли, да. Сейчас все-таки сезон огурцов был. Вряд ли они какие-то заграничные. Ну, короче, не знаю, надо подумать, пока они еще есть. Цена на них сейчас 80 с чем-то рублей. Ну, да. Не 3 копейки, конечно, но консервированные маринованные огурцы. Потом зимой покупать все равно еще дороже выйдет. Поэтому, может, стоит купить. Ну, и, в общем, сделала салат, огурцы, помидоры. И у меня на улице, представляете, до сих пор растет еще зеленый лук. Ну, у нас же как бы не очень холодно. И вроде бы он уже у меня весь отошел давным-давно. Я уже петрушку полностью состригала. А по факту петрушка снова вся выросла. У меня там полная грядка петрушки. Но я больше не буду заготавливать, потому что нам ее тоже столько не съесть. Как бы нафиг ее столько надо. И лук зеленый. Лук зеленый прям снова там, не знаю, второй-третий урожай уже. Качелькой прям в лицо. Вообще, так ты сильно-то не качай. Ей разрешают тоже в этой качельке покачаться. Но мы не включаем ее, чтобы маятник не сломать. Ну, механизм сам. То есть она выключена и просто качается. И когда она увидела, что Степу в эту качельку положили, ее возмущению просто не было предела. Качаемся, качаемся, Степушка, качаемся. Да ладно, не жадничай. Жадина-то что ли? Соня вообще у нас такая жадина, говядина, большая шоколадина. Куда ты ногу-то свою мастишь? Так, Соня. Качается, Степа, да? Подвинуть его? Ты чего? Слушайте, я знаете, что только что насчет лука поняла? Это не следующий урожай лука, никакой не новый. А помните, я высаживала лук с семенами. Еще говорила, что выросла какая-то ерунда, какой-то мелкий-мелкий. А вы мне говорили, что он ближе к зиме будет. Но я же его весь повыдергивала, но не очень так тщательно. Я так понимаю, что вот это как раз то, что я не выдернула, у меня и выросло. Кстати, сразу же, пока не забыла, вспомнила, покупала вот такой вот фитоседан, заказывала в аптеке. Решила в качестве успокоительного пока попробовать что-нибудь вот из такого, из легких препаратов. И думаю, обойдусь, может быть, я какой-нибудь травкой. Почитала в интернете, что очень эффективные вот такие вот сборы. Фитоседан есть номер один и есть номер два. Не знаю, есть ли там еще какие-то. Ну, в общем, многие нахваливают вот этот сбор и говорят, что он реально эффективный, успокаивает, хорошо нормализует сон. Ну, в общем, все как положено. Заказала я в аптеке, не знаю, был ли он в наличии, но я заказала через аптеку. Забрали. Он недорогой, он стоил 90, ну, короче, порядка 100 рублей за вот эту вот коробочку, 20 здесь в пакетиках. Ой, короче, такая гадость. Я не особо, нет, я могу как бы пить какие-то травяные чаи, но вот бывают, знаете, чай травяной вполне себе допустимые по вкусу. И даже бывают вкусные травяные чаи, да, такие ароматные, какие-то цветочные. Там эта же ромашка, например, я не считаю ее противной, василек. Но вот это просто отвратительно. Я не смогла выпить эту кружку чая, просто не смогла. В общем, не знаю, пока не выбрасываю, пока даже с глаз его не убираю, вот лежит у меня тут на кухне на столешнице, чтобы я про него не забывала, может быть, когда-нибудь соберусь духом, раз, еще себе заварю. И я себе завариваю вот эти вот чаи фаберликовские. Я их заказывала давно, потом вроде как не было необходимости у меня их пить, я не пила. Сейчас я про них вспомнила и думаю, как хорошо, что они у меня есть. В общем, травяной сбор, чистота и легкость в теле. Вот, кстати, у фаберлик чай вкусный. Ну, по крайней мере, такая подборка трав, что он приятный, его приятно пить. Вот как вкусный зеленый чай, его пьешь, прям такой, непротивный. И травяной сбор, спокойной ночи. Здесь ромашка, валерьяна, иван, чай, пустырник. Вот я сейчас пью вот этот вот чай, и не на ночь даже, а я его завариваю где-то ближе к вечернему времени, часов в 4, в 5, к самому нервному напряжению, к такому, да, к периоду, когда я знаю, что я точно буду нервничать. Это когда мы с Сеней сядем учить уроки. И меня, кстати, спрашивали, зачем сейчас с ребенком сидеть учить уроки, надо развивать самостоятельность. Это та тема, на которой мы обожглись в прошлом году. То есть, Сеня в прошлом году ходил в первый класс, и мы тоже полагались на его самостоятельность. Он раз сделал уроки, сам два, три. Ну, в общем-то, год прошел, и мы только в этом году поняли свою ошибку, что мы очень много его упустили. Оказывается, он не настолько самостоятельный и не настолько ответственный, чтобы самостоятельно заниматься. Очень много упущений по программе первого класса оказалось. И сейчас у него такая легкая, будем честны, такая легкая неуспеваемость. Поэтому я сейчас прикладываю максимум усилий все свое время вечером для того, чтобы с ним позаниматься. Но если никаких результатов не будет, тогда, наверное, придется рассматривать возможность нанимать репетитора и что-то как-то этот вопрос решать. Итак, у нас тут закупка продуктов, ну, такая достаточно большая, потому что мы давно не закупались. По порядку давайте пойдут. Значит, взяла вот такие булки для хот-догов. Хотим хот-доги забубенить. Миллион лет, наверное, не ели хот-догов. Наверное, последний раз делали, может быть, пару лет назад, может, год назад, не знаю. Здесь три подложки куриного филе. Хорошая цена на него была 260 с чем-то рублей, поэтому я взяла три штуки. Здесь у нас лопатка свиная по 284 рубля. Я взяла два, ну, тут кусочек вытянула на 2,200. А далее куриные голени, куриные бедра и крылышек почему-то не было. И Илюша говорит, давно крыльев нету. Далее здесь корейка на кости. Это мы будем на гриле делать, на новеньком электрогриле. Очень вкусно получается за счет косточки, такое сочное мясо. Две упаковки сосисок. Сегодня прямо у нас колбасная такая закупка. Хотя мы, ну, я всегда говорю, что мы не едим колбасу, но мы ее покупаем, естественно. Но, как бы, достаточно редко, я считаю, потому что много было по акции. Я хочу заморозить, ну, то есть уберу в морозилку, пусть лежит, потом какие-нибудь блюда готовить. В общем, вот эта упаковка пойдет у нас на сосиски в тесте, на хот-доги. Эту упаковку я заморожу, там была акция 1 плюс 1. Также по акции была ветчина-вязанка. Мне нравится вязанка-вязанка и на окрошку. И я буду делать, может быть, на неделю, может быть, через неделю слойки с ветчиной и сыром. Бутылка масла, сеньки мармеладки, тут у меня ванилин, дрожжи, 2 бутылки кефира, бутылочка соевого соуса, 2 коробки молока, сони биолак, такой-такой. Так, это соньки йогурт, это сеньки йогурт, сметана, пачка муки, пачка юбилейного печенья, 2 лаваша. Это у нас пойдет на завтрак, на ролл с овощами, с укурцами, помидорами, с курицей. Баночка горчицы французской. 2 пачки майонеза, ну, блин, не знаю, он долго не портится, пусть стоит, мы так-то не особо много его едим. Кетчуп, горчица, Илюша взял вот такие вот ребра свиные копченые, можно, в принципе, на суп, может, он так их собирается есть, не знаю. Яйца, далее 2 упаковки макарон, спиральки, перья, упаковка творога большая, 750 грамм, стоила 200 рублей, прям супер цена. Далее упаковка, это зернистый творог, а это такой обычный. Из зернистого, не знаю, может быть, буду сырники делать, либо буду, может быть, из слоеного теста делать хачапури, мне очень понравилось. Это творог, так дети едят. 2 кусочка сыра мраморного белорусского, очень мне нравится, он тоже у меня пойдет на хачапури и в слойке с ветчиной сыра, ну, и так на еду. Манка, рис длиннозерный, не стала в этот, обычно я много-много лет брала всегда рис длиннозерный пропаренный, в последнее время он мне перестал нравиться. Мне раньше до этого писали, что у него какой-то пластиковый привкус и запах, я этого раньше не замечала, не знаю почему, но после того, как мы перешли на рис жасмин, на рис басмати, я стала замечать, что действительно пропаренный длиннозерный очень невкусный. Поэтому взяла попробовать вот такой просто длиннозерный, никогда раньше я его не брала и никогда я его не готовила, я думала всегда, но мне казалось, что у него вкус рисовой каши. Ну, в общем, не знаю, попробую я просто длиннозерный, рис не пропаренный, пропаренный больше брать не хочу. Далее овсянка, мелкий размер, это я беру такую, знаете, когда экстренно, прям быстро-быстро нужно с они сварить кашу. Вот выручает именно мелкий размер, потому что ее долго варить не надо. Ну, бывает, что я просплю, а Соня уже голодная. Так, дальше вот такие хлопья, 7 злаков, ни разу не брали, попробую. Спагетти, макароны такие, макароны такие, но макарон много, потому что были по хорошей цене, поэтому пусть лежат у меня в запаснике. Сахар, 2 упаковки гречи, морковь, капуста, картошка, картошка, вот эта очень вкусная, мне нравится, уже не первый раз берем. Свекла, бананы, огурцы, огурцы у нас сейчас по 82, помидоры также по 82, зеленые яблоки, сезонные, то есть это гренни смит, это сезонные яблоки. Кишмиш, Соня очень любит, Сеньке, ну, особо много не даем, у Сеньки в детстве была аллергия на виноград, его поспала. Сейчас вроде бы нет, поэтому, ну, даем как бы чуть-чуть, вообще-то у нас Соня, Соня очень много может съесть винограда. Ну, и вот получается вот такая вот вся закупка, плюс была упаковка небольшая подгузников, потому что большую упаковку я заказала сезон, жду. И у нас вот это получилось на 7500, ну, где-то там плюс-минус 100 рублей. Не знаю, насколько нам этого хватит, я сейчас меню не составляю, по меню не готовлю, готовлю вот, что придет в голову, какой рецепт найду, или что вот просто захочется, то и готовлю, потому что сейчас пока по меню мне готовить неудобно. Соответственно, закупка продуктов просто таких базовых, да, из которых всегда можно придумать, что приготовить, чтобы просто в запаснике лежали и уже по ним тихонько ориентироваться. Рыбы в закупке нет, потому что рыбу мы будем покупать в другом магазине, и рыбу обычно мы покупаем разово, то есть я ее в морзилку не кладу, она много места там занимает. То есть вот захотели рыбу приготовить, купили, приготовили, все, на запас я рыбу никогда не беру. То есть вы, наверное, замечали, в закупках рыбы практически никогда нет. У нас, кстати, оказывается в поселке есть шикарный магазин с рыбой, прям рыбный магазин. Никогда, я просто об этом не знала, мы всегда думали, что там всякие приколюхи к пиву, а оказывается там именно, ну, помимо этого, есть еще и заморозка, и полуфабрикаты рыбные, и стейки. И, в общем, очень-очень большой ассортимент, поэтому теперь рыбу будем покупать там, прямо рядышком с домом, очень-очень удобно. Популечка призабрала у нас заказ, я заказывала смесь. Первый раз еще заказала смесь, не знаю, многие говорят, что опасно заказывать смесь с интернет-магазинов, да, с маркетплейсов. Но, ну, что вроде как бы ее там как-то хранят не так, как нужно, но у нее, по-моему, особых требований для хранения нет, то есть ее не нужно держать ни в холодильнике, ничего. Ну, и, во-вторых, я не думаю, что в крупных сетях к ней как-то по-другому, более трепетно относятся к ее хранению. Я думаю, что там хранение нисколько не лучше, поэтому, ну, кто-то покупает только в аптеках, мы в аптеках не берем. То есть я беру там, где выгоднее цена, и на Валберисе цена, вот что на подгузники, что на смесь, самая выгодная. Получается порядка 50 рублей с каждой пачки смеси. Но так как смесь идет, все равно расход большой, я не могу открыть, разница все равно большая выходит. Вот здесь, получается, две таких больших коробки, это коробки по объему как две обычных. 600-граммовая, здесь две 600-граммовых и здесь также две 600-граммовых. Ну, получается, если по обычным коробкам, четыре коробки. Вот такая, не знаю. Ну, коробочки, видите, запаковано все хорошо, не мятые, ну, точно ничего не вскрывалось. Здесь даже вот в пакет убрано такой, который запаянный. Ну, вроде бы нормально, не знаю. Я взяла на пробу, думаю, посмотрю, в каком виде все это дело придет. Если придет, думаю, в нормальном, в достойном виде, упаковано хорошо, все не вскрытое, то буду заказывать тогда с Валберис. Сразу включить не могла. Тут у нас любовь неземная происходит. Уже, я не знаю, наверное, по десятому кругу пошла. Любимые братишки, все по очереди, по очереди. Это уже не знаю какой раз. Любовь, конечно, неземная, да? Ой, да вот на Степку, Степку, держи. Ой, да корни раздавитые его своей любовью. Ну, и уже достаточно поздно вечером я еще взялась за засолку горбуши. У меня вот такая вот рыбка. Я очень люблю слабосоленую горбушу. И стараемся делать ее максимально часто для бутербродов. Уходит она у нас в лед. Не стала показывать сам процесс разделки рыбы, потому что мне уже говорили, что неприятно на это смотреть, на разделывание мяса, курицы и рыбы. Ну, в общем, особо тонкие натуры есть, поэтому показываю кусочками. Сняла шкурку, голова, хвост у меня идет на суп. Ну, и, в общем-то, вот на такие тонкие пластинки я нарезаю. Все, что срезала, кроме плавников, я все оставляю на супчике. Маринад я сварила. Я рецептом поделюсь в описании к этому видео. Там будет соотношение, все, чего, сколько в маринад положила. Ну, и, в общем, вот эти вот тоненькие пластинки я в маринад опускаю на 15 минут. Для такой толщины, для таких кусочков этого вполне достаточно, чтобы рыба хорошо просолилась. Ну, и затем укладываю ее в контейнер, каждый слой промазываю маслом. И уже завтра, ну, обычно вот где-то через сутки, получается, ее можно будет кушать. Ну, и, как я уже показывала, внутри еще оказалось достаточно много икры. Икру я тоже засаливаю, тоже очень вкусная. И как раз воспользовалась в этот раз лайфхаком, который вы же мне в комментариях и рекомендовали. Для того, чтобы икорку отделить от пленочки, я воспользовалась венчиками горячей водой. Слушайте, так здорово получилось, так быстро она вся отделилась от этой пленки. Очень простой способ, огромное вам спасибо, прям облегчили мне жизнь, потому что до этого я ковыряла ее руками. Ну, и, естественно, просеиваю ее через сито. Во время очищения образовывается достаточно много таких беленьких чешуек, это лопнутые икринки. И их нужно, конечно же, отделить от икры, потому что они будут портить ее вид. Ну, и, собственно, саму икру я потом еще замачиваю в воде комнатной температуры с добавлением соли. Тоже пропорции оставлю в описании. Ну, а затем ее уже можно убирать в баночку и добавить немножечко, чуть-чуть прям растительного масла, капелюшечку. И икра и рыба у меня уходят в лед, поэтому, ну, стараюсь по возможности готовить почаще, очень мы любим. Ну, на этом я с вами прощаюсь, всех люблю, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok